Всем привет! На моем канале давненько не входили новые видео, но это не потому что я обленился, а в связи с тем, что в конце зимы произошла достаточно серьезная травма, трехлодышечный перелом. В связи с этим мне пришлось месяц провести в больнице и уже второй месяц я хожу только при помощи костылей. Вернее, сейчас я начинаю ходить и без них, но два месяца я практически не мог самостоятельно передвигаться. Естественно, в таких условиях никаких новых роликов мыслей даже не было, но теперь состояние здоровья улучшается, чему я не могу не радоваться и накопилось достаточно много материала, которым я хотел бы поделиться с вами, гостями моего канала и моими подписчиками. И начать хочу с одного из самых интересных, на мой взгляд, девайсов, которые появились за последнее время. Это моя новая катушка DAIVA EXIST. Итак, перед нами катушка DAIVA EXIST 2018 года. Новый EXIST, флагманская модель от компании DAIVA. Непосредственно модель EXIST FINEST CUSTOM LT2500SC. Катушечку я эту выбрал под определенную палочку, которую я покажу позднее. Пока посмотрим только катушку. Заранее оговорюсь, что я еще не ловил катушку. Это понятно, наверное, в связи с травмой. И пока только как бы мы ее посмотрим. Значит, первая характеристики катушечки. У нас они, в принципе, все указаны здесь. Системы, которые используются МАКСИЛТ, то есть защита от попадания влаги с помощью фермогнитной жидкости. МОНОКОК БОДИ, то есть это цельный корпус, цельно фрезерованный. Фрикцион ATD автоматический, ну, якобы автоматический. И передача TAV DDJIR. Значит, характеристики у нас непосредственно передатка 5.1. Катушка в 2.500 размере весит 160 грамм. Максимальная нагрузка на фрикцион 5 килограмм. За один оборот ручки у нас выматывается 72 сантиметра и содержит 12 закрытых шарикоподшипников. Значит, лесоемкость у нас указана также вот. Ну, в принципе, все видно. Так, вот такой коробочек. И что у нас внутри? Значит, вот такой чехольчик. Ну, здесь понятно у нас документы и регулировочные шайбы. Так, откладываем все это дело в сторонку. Начнем с чехольчика. Значит, качественный, отлично выглядит, на мой взгляд, ну, стильно, я бы сказал, сделанный неопреновый. В основном корпус. И в чем еще, так сказать, правильность? Это вот эти вот боковые сеточки, которые пропускают воздух и помогают катушке высохнуть после использования. Внутри два отделения. В одном сама катушка и в другом ручка для нее. Так, откладываем чехольчик. Так, и вот наша красавица катушка. Ну, что сказать. Инженеры Дайвы поразились. Конечно. Ну, ладно, это я так. Постарались на совесть, сказать нечего. И в техническом плане, и, ну, как бы это, конечно, субъективное в плане стиля, эту катушку, наверное, можно назвать идеалом. Ну, в моем понимании. Так. Ход. Ну, ход просто волшебный. Настолько мягкий и бархатистый. Приятно, я бы сказал. Вот. Что, в принципе, с остальными моими катушками, ну, устранить не с чем. То есть, это пока лучшее, что есть. И, наверное, одно из лучших, что есть вообще на рынке рыболовных катушек. Ну, как бы не даром. Флагман все-таки. Так. Название модельки. Фрикциончик. Ну, что сказать. Много можно еще сказать, наверное, про эту катушку. Но я, наверное, не буду рассказывать, о ее характеристиках. Все это есть в интернете. Пока только вот мои личные впечатления. Ну, это идеал. С точки зрения пользователя рыбового, скажем так, ценителя качественных снастей, эта катушка идеальна. Если же говорить о каких-то моментах, которые не являются негативными, но вот на мое субъективное мнение, что бы я изменил здесь. Они касаются только стиля исполнения катушки. Мне не сильно понравился цвет ротора. Ну, это так. Моя прымха личная. Вот я бы сделал как-то более в одном цвете, что ли. По типу, как на новых стилах. Возможно, здесь играют роль только мои личные предпочтения. Потому как, как я уже сказал, катушку эту я подбирал к конкретному спиннингу. По стилю, в принципе, она подходит и по характеристикам, по всему. Ну, в целом, в целом, как я уже говорю, катушка сама по себе идеальна. Отличная намотка. Ну, как по мне. Очень приятный кноп. Такой прорезиненный. Классно, когда в пальцах так ложится. И удобно, и держать приятно. Ну, и ход, ребята. Ход, конечно, у катушки просто волшебный. Никаких ни люфтов, ни посторонних шумов, ничего. Хотя, катушка новая, как бы, еще не разработалась. И я думаю, что после трех-четырех рыбалок ход будет, наверное, еще лучше, когда она немножко разработается. Кстати, на катушке есть стопор обратного хода. Вот он. Так. То, от чего избавилась Шимана, Дайва решила сохранить. Но расположен он в удобном месте. То есть, где-то не снизу, там, не сбоку. То есть, он ни за что не цепляется, не торчит. Сломать его, в принципе, тут нереально. По-моему, очень классное решение. Шпуля катушки без всяких украшательств, прорезей и прочих декоративных элементов. Но при этом имеет снизу вот такой бортик, для того, чтобы влага не попадала под шпулю. Бортик шпули, кстати, вот нас одной. Тут видно, он не цельный, а такой, как бы, как двумя ступенечками сделанный. В общем и целом, это лучший из катушек, который на сегодняшний день у меня есть. Вот. Если кто-то раздумывает о покупке катушки топового сегмента, могу смело рекомендовать DAIWA 18 EXIST. Да, и вот, значит, засвечу палочку, на которую я его брал, эту катушку. Но по ней будет отдельный обзор. Я хотел сделать его еще зимой, но в связи с травмой не получилось. Для знатоков, в принципе, этой надписи достаточно. Ну, покажу и название. Вот так вот. Это будет отдельный ролик. Так. Значит, в ближайшее время попробую катушечку обловить, и тогда уже поделюсь впечатлениями от работы на воде. Все. На этом заканчиваю. Спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока. 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 Продолжение следует...